Всем привет, дорогие друзья! Надеюсь, у вас отличнейшее настроение, так же, как и у меня. И сегодня тема нашего видео должна была звучать предельно просто и понятно. Что вам купить, Canon 90D или Canon RP? Это полнокадровая камера, и сейчас она очень подешевела. И Canon EOS RP стоит 1000 долларов, а Canon 90D стоит 1200 долларов. И, казалось бы, выбор очевиден. Лучше купить полнокадровую камеру, но все далеко не так однозначно. Но потом я подумал, что на самом деле есть еще много чего рассказать интересного, ответить на какие-то ваши вопросы, не касающиеся Canon или этих фотоаппаратов в частности. Возможно, даже ответить на какие-то ваши претензии. Поэтому я вам предлагаю вместе со мной прогуляться по Риге. Это очень атмосферный город. Также вы узнаете, что я здесь делаю. Так что, если хотите со мной прогуляться, послушать мои мысли на все эти темы, давайте начинать. И вначале, ребят, я вам просто хочу показать, насколько крутой город Рига в плане творчества. То есть, если вы создаете контент, я вообще нигде в Европе не видел подобного города. Вот просто посмотрите на вот это здание. Катюш, отойди подальше. Просто покажи. Вот таких вот старых деревянных домов, максимально винтажных, здесь просто миллион. Вот, ребят, покажи в эту сторону. Вы видите, да, это максимально аутентично. И здесь просто рай для тех, кто снимает какие-то клипы музыкальные, там, короткометражные фильмы, еще что-нибудь. Дело в том, что в других городах Европы все вот эти вот дома, они уже реконструированы и в какой-то степени утратили уже свой шарм, да, там, и самобытность. Но здесь из-за того, что не было никаких реконструкций, все выглядит максимально аутентично. Больше всего мне нравятся старые кирпичные вот эти здания начала 20 века. Я вам их буду показывать по ходу. И сейчас мы находимся уже не в самом центре Риги, а, ну, скажем так, на окраине исторического центра Риги. Поэтому здесь есть места такие абсолютно увядшие, как, например, вот этот угол. Но в плане визуализации это топовое место. Я не знаю, в курсе вы или нет, последние несколько лет Киев переживал бум клипмейкерства. То есть в Киев приезжали снимать множество музыкальных клипов, потому что очень много разных локаций и при этом дешево. Но помимо Киева я вам просто обязательно рекомендую присмотреться к Риге, потому что, ну, визуально здесь очень круто все. Я, с вашего позволения, ребят, надену очки. Не посчитайте, как за неуважение. Просто по берегу сетчатку прочитал, что развивается катаракта, если не ограничивать воздействие ультрафиолета на глаза. Итак, ребят, для начала, почему Кэнон? Почему я часто возвращаюсь к этой теме? Вообще у многих видеографов, ну, такой старой закалки, вроде меня, ну, я имею в виду не тех, кто пришел в это дело там за последние 2-3 года, у них Кэнон это такая сакральная история. То есть кто-то Кэнон любит, кто-то его ненавидит. Но это, знаете, как по Фрейду. То есть вот эта связь с отцом, она прослеживается и в отношениях к компании. Потому что первой камерой, которая позволила нам полноценно снимать, собственно, видео, как на видеокамеру, но при этом получать глубину резкости и все прелести современного фотоаппарата, стала Кэнон 5D Mark II. Многие знающие эксперты скажут, что нет, нет, на самом деле это был Nikon. У Nikon это была функция чисто номинальная. Там была куча ограничений, в том числе не записывался звук. А вот именно первой камерой, на которой можно было писать видео, как на видеокамеру, только с ручным фокусом, было как раз таки Кэнон 5D Mark II. И мне кажется, вот это вот ощущение, что Кэнон все это придумал в свое время, многим не дает объективно к нему относиться. Пожалуйста. Отношение компании Кэнон мне напоминает любовь наших людей к бренду Toyota. Все прекрасно знают, что Toyota это не технологичные машины. У них старые двигатели, старые, ну, с точки зрения конструкции, коробки. Но при этом у нас принято считать, что Toyota не ломается. Да, вы можете взять немецкую машину, она будет в 100 раз технологичнее. Это, например, те же самые камеры Sony. Но, если вам нужно проехать полземли, вы отправляетесь в какое-нибудь кругосветное путешествие, и вы не знаете, сколько оно займет, то, скорее всего, вы все равно поедете на Toyota. Кстати, несмотря на то, что я полтора года езжу на RAV4, я не являюсь фанатом Toyota. Вот просто не являюсь. Но я его купил с одной единственной целью, для того, чтобы объездить на нем всю Европу. Собственно, половину Европы я уже объехал. И в этом году мы должны были как раз-таки посетить все оставшиеся страны. И настало время объяснить, собственно, почему я в Риге. На самом деле мы ехали в Скандинавию. Мы хотели через Сталин на пароме поехать в Финляндию, оттуда Швеция и так далее. Но границы закрылись, поэтому мы решили провести эти несколько месяцев в Риге. Мы не стали возвращаться, потому что вы помните все эти события, чехарда, неразбериха. Поэтому мы просто решили пожить в Риге. Я просто, когда сюда приехал, я через два дня своим пацанам пишу в Телеграме. Ребят, мне срочно нужно присылать сюда Blackmagic, потому что здесь можно снимать просто крутое видео на каждом углу. Но потом меня попустило, поэтому сейчас мы, собственно, снимаем на iPhone. Уже на следующий день, когда я монтировал, я понял, что я немножко отвлекся и не завершил свою мысль. Мысль эта простая. Если вы хотите снимать красиво, технологично, радоваться, что ваша классная камерушечка может делать хорошие спецификации, вы, конечно же, купите Sony, Fuji. Ну, если вы готовы мириться с MFT-матрицей Panasonic GH5 какой-нибудь или GH5S. А если вы готовы мириться с неработающим автофокусом, но при этом большой глубиной резкости, вы купите полнокадровые беззеркалочки Panasonic. Но если вдруг вам скажут, чувак, ты на полгода летишь куда-нибудь там в Антарктиду, или, например, другой сценарий, ты на полгода едешь куда-то в пустыню, и тебе нужно будет снимать контент, то я больше чем уверен, ребятки, что большинство выберут все равно Canon. Потому что он тупо надежный и безотказный, как автомат Калашникова. Да, он не блещет техническими характеристиками, но он просто работает, причем работает в любых условиях. Поэтому обратите внимание, что тот же, например, Антон Птушкин, который повидал дерьма за свою жизнь, снимает на старенькие Canon. Старенькие я имею в виду технологически старые. Я так понял, что у нас тут пересвет жесткий получился. А мы-то не можем еще себе позволить снимать на Canon. Снимаем на iPhone. Катя говорит, что нужно уходить еще дальше и дальше. Так что, ребят, Canon это просто надежно. Надежно просто как шестизарядный революэр. Теперь переходим, ребят, к претензиям, почему я, говоря, что я снимаю на iPhone, иногда снимаю на что-то другое. Это вообще какой-то максимальный бред. Я ведущий канала, который обозревает камеры. Я снимаю вообще на все, что снимает видео. И мне пишут, чувак, ты же говорил, что ты все снимаешь на iPhone. Почему ты снимаешь на Blackmagic? Да, на улице я вообще практически все снимаю на iPhone. Поэтому сейчас опять отходим от темы. Вы не забыли, да, что мы просто общаемся с вами. И сейчас я хочу вам рассказать, во-первых, на какие камеры я снимал, которые были в пользовании лично у меня. Первой камерой была Canon 7D. Я тогда только пришел в это дело, у меня не было денег вообще ни на что более. Поэтому я снимал на 7D. Потом я купил Canon C100. Снимал на нее около двух лет. Эта камера, с одной стороны, по некоторым функциям очень крутая. Ну, а по другим она устаревшая была даже на тот момент, когда я ее покупал. Хотя многие на эту камеру снимают ее до сих пор. И как рабочая лошадка для производства Full HD контента, это классно. Причем у меня была версия без автофокуса. После того, как я ее продал, я полтора года был вообще без камеры. И я снимал на iPhone. Начиная с 7 iPhone, на 7, 8, 10S Max, сейчас 11 Pro Max. Я все снимал на iPhone. И дабы вы могли лучше понять, что можно снимать на iPhone, я заморочился и сделал плейлист всех своих видео на своем YouTube-канале, который я снял на iPhone. Вы увидите, что их там несколько десятков. И как вы видите, если у вас YouTube-канал даже на такую узкоспециализированную тематику, как у меня, где по идее, то нам нужно максимальное качество видео, канал ведь называется «Ты видеограф». Вы видите, что спокойно контент заходит даже снятый на iPhone. Поэтому плейлист со всеми этими видосами будет в описании. А что касается текущего момента, то я снимаю на Blackmagic Pocket 4K. Я также рассказал, почему я выбрал именно эту модель, а не 6K. И, как вы понимаете, я не являюсь ни сторонником Canon, ни сторонником Sony, ни сторонником Fuji. Мне вообще по барабану, абсолютно по барабану, на что снимать. Blackmagic больше подход не именно для студийной работы, поэтому я выбрал ее. Итак, возвращаясь к нашим моделям. Canon 90D или Canon EOS RP. Если сформулировать достаточно просто, то если вам нужен 4K, однозначно Canon 90D. Если вам не нужен 4K, однозначно Canon EOS RP. Теперь давайте более подробно. Что мне не нравится в RP? У нее такой же дикий роллин-шаттер, как у Sony 6400. При этом Sony 6400 имеет матрицу гораздо меньшую, поэтому для нее это менее простительно. А для Canon EOS RP с полнокадровой матрицей, ну, в принципе, чего ожидать. Чего ожидать от Canon, ребят? Конечно же, ничего хорошего, как многие привыкли считать. Поэтому, как камеру для влогов, Canon EOS RP рассматривать вообще нельзя. Что касается 4K. В Canon EOS RP тоже есть 4K. При этом в этом режиме у нее получается crop 1.7. И также, что немаловажно, у нее перестает работать дуал пиксель автофокус в режиме 4K. То есть он работает только в Full HD. Что это такое? Это очень продвинутая система фазовой фокусировки, которая обеспечивает вам плавную и точную наводку на фокус. То есть в 4K на Canon EOS RP работает обычный контрастный автофокус. При этом он работает все равно лучше, чем на той же Panasonic GH5 или GH5S. Обе эти камеры достаточно посредственные в плане выбора различных режимов изображений. Ни в RP, ни в 90D нет режима lock. И опять же мы проводим параллели с автопромом. У Toyota старые агрегаты, достаточно простые, нет многих современных функций. Но при этом Toyota стоит чаще, дороже, чем аналогичные машины в похожих комплектациях. Теперь по поводу Full HD и 4K. Действительно, я не устану об этом говорить. Full HD часто это абсолютно достаточное качество для видеоролика, которые загружаются на YouTube и просматриваются со смартфона. Здесь есть один нюанс. Если вы загрузите ролик в Full HD на YouTube и загрузите этот же ролик, но который вы экспортировали в 4K, просто сделали upscale, то качество второго будет лучше. Поэтому, например, тот же самый Питер Маккинон снимает в Full HD. Ну, снимал, во всяком случае, еще полгода назад. Я за ним не слежу. Но просто делал upscale и загружал все свои видеоролики в 4K. Ребят, еще раз останавливаем. Ну, посмотрите, недавно вот мы ездили в Винспилс. Это вообще отвал башки. Это просто как будто попадаешь в какой-то старый промышленный город, как будто вот на 100 лет назад. И с учетом того, что вокруг нет ни души, такое ощущение, что попал в декорации какому-то фильму. Что у нас еще по камере RP? Там вообще нет никакого супер слоу-моушен. То есть нет 100 кадров в секунду, 120 кадров в секунду. Ни в каком виде. Даже в режиме 720p эта камера высокую частоту кадров не делает. Canon 90D может снимать в Full HD. Опять же, качество 4K в Canon 90D это не качество Sony. Понятно, там не используется оверсэмплинг. Но в принципе это все равно лучше, чем в Full HD однозначно. Ну, из-за всяких второстепенных особенностей, чем Canon 90D удобнее. Во-первых, она больше, удобнее хват. У него карты памяти вставляются сбоку, а в Canon ESRP снизу. Да, то есть не всегда удобно менять, если камера там стоит на штативе. Это все мелочи. А посмотрите вот на ту улицу, да, целиком практически деревянная. И вот продолжение этой улицы, все в дереве. Ребятки, кайф. Вот я просто кайфую. Вот именно не центральные улицы, где тоже безумно красиво. А вот это чисто просто город, какой он был 100 лет назад. Без преувеличений. В любом случае, что Canon 90D, что RP, они далеки от идеала. В них нет матричной стабилизации. Правда, в них есть цифровая стабилизация, которая в какой-то степени спасает. Теперь еще различия между камерами в плане юзабилити. Смотрите, для Canon 90D вы можете использовать любые самые дешевые какие-то объективы. Их навалом на Авито, их навалом на всевозможных сайтах, всевозможных барахолочках. Кстати, одну из таких барахолочек в Телеграме мы запустили. Поэтому, если у вас есть, что продать или купить, пожалуйста, пишите там свои объявления. Сделаем такое мощное сообщество для своих. И на Canon 90D вы можете брать любой объектив для кропа, для полного кадра. Он будет работать. На Canon ESRP вы также можете это делать, но вам нужен будет переходник. Опять же, переходник стоит определенные деньги. Ну, и если вы все равно используете большую оптику EF, то смысл тогда вам брать эту маленькую беззеркалочку. Итак, если подвести итог по нашим камерам, пойдем, Катюш, то, как я уже сказал, ответ очевиден. Если вам не нужен 4К, берете себе ERP и получаете все прелести полного кадра. Нормальный Canon цвет, который можно просто снимать в натуральном профиле и загружать его просто из коробки. И он будет выглядеть достойно. А если вам нужен 4К, то я бы взял Canon 90D. Ну, и, скажем так, эта камера немножко более универсальна. Ну, а теперь, ребят... О, смотри, мы опять пришли к раму, прикинь. Ну что, ребят, надеюсь, я ответил на ваши вопросы в выборе этих двух камер. Потому что, когда подешевела ESRP, много было вопросов. Так что же лучше все-таки купить? Как вы понимаете, все подобные вопросы про низкий сегмент камер Canon связаны с тем, что, ну, откровенно, денег у людей на более дорогие камеры нет. А снимать хочется, снимать нужно. Поэтому будут покупать вот такие вот недорогие решения. И, кстати, помните, в одном из недавних видео, я не знаю, рассказывал я это или нет, я говорил, что люди сейчас будут становиться все злее. Потому что денег нету и свою агрессию они хотели бы, конечно, выплескнуть на причины своих бед. Ну да, наверх. Ну, оттуда прилетит ответочка, поэтому они начинают выплескивать всю свою ненависть, весь свой негатив по отношению к ближним, ребят. И если бы вы знали, сколько мне в инстаграме прилетает хейт, люди мне прямо в директ пишут оскорбления. Даже не угрозы, а оскорбления. Причем, когда заходишь в аккаунт этого человека, понимаешь, что это просто свадебные бомбила, которые просто, видимо, остались без заказов и без средств к существованию. К чему я это говорю, ребят? Хейта много, его нужно отсекать. Конечно, не всегда это получается. Я хочу вам сказать, что в ближайшее время вы поймете сущность очень многих людей, которые вас окружают. Потому что хорошо быть классным и приятным для всех, когда все хорошо, когда есть достойная работа, достойная зарплата. Но когда у людей нет денег, уже начинает вылезать вся их гнилая сущность. Именно в эти моменты вы можете увидеть, кем является человек. Если он даже в этой ситуации сохранил свое лицо, остался таким же, как он был до кризиса, таким же в общении, то значит, это человек хороший. Ну, а если человек изменился до неузнаваемости, стал злобным, агрессивным, то реально это и есть сущность этого человека. И я хочу вам и нам всем пожелать, чтобы какой бы ни был там кризис затяжной, сколько бы ни было денег в кармане, на карточке или под подушкой, оставаться людьми. Ну, это тупо, это банально, это пошло даже в какой-то степени. Но реально я вижу, как меняется не мое окружение, слава богу, в моем окружении таких людей нет, ну или пока я еще их не задетектил. А то, что я вижу и читаю в комментариях, у людей начинает срывать крышу. И мне кажется, это, наверное, самая большая проблема этого кризиса, что люди перестают быть людьми. Так что, ребят, оставаться людьми важно и нужно. Что касается наших планов, в этом году мы должны были объехать всю Европу, вообще всю. То есть мы должны были объехать все страны, которые мы еще не посетили. Соответственно, вот сейчас мы должны были проехать Скандинавию и Прибалтику. А летом, собственно, которая наступит уже через месяц, мы должны были поехать из Греции в Италию, проехаться по южному берегу Франции. Все эти прекрасные названия, Ницца, Канны, доехать до Испании. Я сказал, что про Испанию или нет, что я уже запутался. В общем, проехаться по Испании, оттуда в Португалию, на обратном пути заехать в Швейцарию. Да, в Грецию мы должны были поехать не через Румынию, а через все вот эти страны, там, Македония, Албания, Черногория, Хорватия. То есть мы должны были в этом году объехать на машине все, абсолютно все страны Европы, ну и за исключением Косово. Но, как говорится, человек предполагает, а коронавирус располагает. К тому же может начаться этот второй круг всей этой эпидемии, границы в сентябре опять могут закрыть, а может их вообще не будут открывать. Поэтому, ребят, мне Катя показывает, что у меня что-то тут в волосах. Не знаю, это не важно, ребят. Главное, что все мы живы, светит солнце. Путешествуйте, ребят, это офигенно расширяет ваше мировоззрение. И вы реально понимаете в какой-то момент, что то, что вы делали и то, что вы считали важным в своей жизни, оно приобретает гораздо меньшее значение. Так что, ребят, всем вам, вот говорю прям, если есть возможность кататься по миру, делайте это. И это принесет вам гораздо больше эмоций, чем любые виды деятельности, на мой взгляд. Ладно, ребят, пора прощаться. Тут вот тарахтелка, стоит мотоцикл, ничего не слышно. Всем пока, ребят, до новых встреч!